Во вторник Владимир Путин вступил в должность президента России. Инаугурация стоялась днём 7 мая в Кремле в присутствии политиков, глав регионов, представителей иностранных государств, общественников, представителей духовенства, а также военнослужащих. Торжественная церемония проходила в Андреевском зале Большого Кремлёвского дворца. На трибуне, с которой глава государства произнёс речь, по правую руку от него разместили Конституцию, а по левую знак президента. Путин произнёс присягу и с этого момента официально вступил в должность главы нашего государства. Путин произнес слова президентской присяги. В её тексте сконцентрирована суть высочайшего предназначения главы государства – беречь Россию и служить нашему народу. Понимаю, что это огромная честь, обязанность и священный долг. Именно это определяло смысл и содержание моей работы в предыдущие годы. Я заверяю вас, что и впредь интересы, безопасность народа России будут для меня превыше всего. На торжественной церемонии инаугурации президента присутствовал губернатор Тверской области Игорь Руденя. Весь народ страны поддержал нашего национального лидера на выборах. Главное для нас, для всех, что мы продолжаем путь развития, путь укрепления нашей страны. Сегодня мы видели радостных людей. Мы понимаем, что у нас продолжается тот же курс на укрепление и экономического могущества, и укрепление нашей национальной безопасности. И, конечно, это ещё гарантия на ближайшие годы стабильности и развития нашей страны. В этом году результатом выборов стало создание самой большой политической коалиции современной России, так называемого президентского супербольшинства. Более 80% россиян проголосовали за Владимира Путина. И сейчас рейтинг президента находится на сверхвысоком уровне. 7 мая правительство России сложило свои полномочия перед вновь избранным президентом страны. Такая процедура предусмотрена законом. Кабинет министров ушёл в отставку после инаугурации главы государства, то есть вступления в должность. Он будет работать в статусе ИО до назначения нового состава, который состоится в течение двух недель. Мы спросили твричан, чего они ждут от новой команды лидера страны и какие надежды на него возлагают. Я рада, что его избрали, причём с таким отрывом, всё-таки видно, что народ за него это именно помрадеет. Да и вообще даже в голову мне нельзя положить, кто бы мог заменить его. Лучше Путина у нас никого нет. Желаю ему только здоровья, только здоровья, чтобы на благо России только. У меня даже заставка на телефоне. Двигайтесь тем же путём. Всё идёт хорошо, как надо. Наверное, больше внимания на молодёжь уделить немного всё-таки. Как-то оно, конечно, началось, но в том же темпе развивать молодёжную политику. Здоровье ему и терпение. Всё-таки очень-очень трудное время. Поэтому надеемся, что он с этим справится. Он у нас молодец. Напомним, что Владимир Путин победил на выборах президента России с рекордными в новейшей истории страны показателями 87,28% голосов. Основное всероссийское голосование в нашей стране проходило в течение трёх дней с 15 по 17 марта. А общая явка составила 77,44%. Субтитры подогнал «Симон»